Девушки отдыхают Что происходит в этом городе Барьеры без барьерной среды Социальные объекты города подчас выглядят непреодолимым препятствием Для тех, кто передвигается на колесах Пандусы и спуски, конечно, не роскошь Но порой совершенно непреодолимы Кто виноват и как исправить ситуацию, разбиралась наша съемочная группа Прогулка с собакой для Нины Ведениной-Мейерсон пока мечта из раздела несбыточных Год назад она попала в страшную автоаварию Потеряв возможность передвигаться самостоятельно С того момента молодая активная девушка вынуждена большую часть времени проводить дома Наличие кресла-коляски и пандуса у крыльца подъезда проблемы не решают Напротив, усугубляют У меня, например, сейчас проблема возникла Вчера я об этом узнала У меня оказывается дефицит витамина Д Связан с тем, что я не бываю на улице И, соответственно, со здоровьем начались проблемы А не бываю я на улице только потому, что я не могу по моему пандусу никак спуститься Даже просто во дворе посидеть Меня даже, в принципе, спустить один человек не может Обязательно нужно два человека, чтобы меня спустить туда Пандусы всех семи подъездов Дома по улице Офицерской 19 Если и присутствуют, то формально Угол наклона под 45 градусов Вместо положенных по СНИПу максимальных 11 Плюс отсутствие поручней Зачастую конструкции просто невозможно подойти Коляска весит порядка 18 килограмм И я еще вешу порядка 45 Вот это все наваливается на человека, который пытается спустить И удержать уже невозможно И при этом все это упирается еще и в стену А закатить так вообще отдельная история Закатить там человек не может подойти, чтобы подлезть, чтобы меня туда втолкнуть Поэтому только на руках При наличии пандуса Здоровому человеку сложно понять трудности тех, кто ограничен в возможности передвигаться С пониманием, говорит Нина На своей страничке в соцсети она регулярно размещает фотографии с горькими примерами Такой формальной заботы о тех, кто передвигается на колеса Среди них и пандус, ведущий в стену И разбитый спуск с крыльца одной из городских больниц Полноценно жить мне мешает только то, что я не могу встать Даже не то, что я ходить не могу Вот иногда достаточно просто встать, чтобы пересесть Я этого сделать не могу Но я могу приносить пользу обществу Даже во многом больше, чем здоровые люди Кто-то ленится, кто-то не умеет, кто-то не хочет Да, я и хочу, и умею, и не ленюсь И мне все нравится, и я активно Единственная у меня проблема – это передвигаться Проблемы недоступности отдельных объектов городской среды Хорошо известны в департаменте социальной поддержки мэрии города И все же здесь отмечают положительную тенденцию, которая сложилась в этом году В 2015-м было установлено 94 пандуса против 48 за 4 предыдущих года Счет на десятки идет и в департаменте городского хозяйства В течение года на дорогах города появилось 95 специальных съездов У нас на этот год заложено в программе 13 миллионов 400 тысяч рублей Из которых 6 800 – это как раз установка пандусов к жилым домам Большая сумма Около 5 миллионов на соцтакси Вот на съезды, которые вы сегодня будете смотреть По департаменту дорожного хозяйства И предусмотрены также средства на оборудование нескольких муниципальных объектов Там два пандуса, 10 санитарно-гигиенических помещений, переоборудование Расширение входных групп дверей для того, чтобы инвалиды могли проехать на колясках И навигационные системы В реальности озвученных цифр нет сомнений, говорит Лена Баженова, член клуба инвалидов-опорников КЛИО Город с каждым годом становится все удобнее для передвижения на колесах Не так давно Лена поставила личный рекорд 5 километров по городу без помощи посторонних Ситуация, конечно, кардинально меняется Потому что и с каждым годом она все улучшается и улучшается Потому что раньше это было в том квартале, в котором я раньше жила, вообще некомфортно То есть это сплошные бордюры, ни одного пандуса Сейчас вот прям очень много пандусов делается И если переделываются дороги, то уже со всех переходов делаются спуски Со всех тротуаров делаются спуски уже сразу Этим летом активистов клуба пригласили курировать процесс установки съездов, проверяя каждый на доступность Для нас колясочников, спуски и пандусы – то же самое, что лестницы для здоровых людей Возможно, в скором времени и совместными усилиями самих инвалидов и городских властей проблему удастся решить Барьеров в городе для малобобильных групп населения станет меньше И городские улицы действительно станут доступной средой Ведь удобные пандусы и спуски – это не только проблема двух сотен горожан, ограниченных возможностей передвижения Но и для молодых мам с колясками и велосипедистов, численность которых с каждым годом неуклонно растет Основа православной культуры – новый предмет в школьном расписании Посещение факультативное Как сочетаются светские и духовные науки, узнали мы, побывав на уроке в одной из тольятинских школ Ребят, послушайте, пожалуйста, молитву и подумайте, кто может произносить эти слова Господи, имя Тебе – любовь Не отвергни меня, заблуждающегося человека Имя Тебе – сила В четвертом Б-классе четвертой школы – это уже третье занятие по основам православия Несмотря на то, что выбор предметов факультативный, на посещаемость грех жаловаться И в классе заинтересованность стопроцентная Это едва ли не единственный предмет, где можно не только слушать учителя, но и поддерживать диалог В первые уроки они были скованы, немножечко сомневались, молчали, слушали меня, присматривали Сейчас им предметы очень нравятся, они довольны, высказывают свое мнение Оспаривают что-то, доказывают, соглашаются или отказываются В общем, мы спорим на уроках, а в споре, как известно, рождается истина Основы православной культуры, согласно новым образовательным стандартам, начинают закладывать в головы детей не с первого класса В школьной программе предмет будут преподавать с четвертого по пятый класс По мнению Марины Александровны, разговор о вечных ценностях помогает детям легче переживать кризис взросления Дети переходят с одной ступени обучения на другую У них с точки зрения психологии кризисный возраст И поэтому, немножечко сглаживая углы адаптации, мы говорим о хороших каких-то качествах в жизни, положительных чертах Несмотря на заинтересованность детей, некоторые родители воспринимают школьные нововведения настороженно Мнения звучат разные Я рассматриваю как дополнительный курс нравственной образовательной деятельности В нашей жизни очень много жестокости и насилия И очень хорошо, что в школе ввели этот предмет, на котором можно говорить об отношении к людям с различным мировоззрением К старшим, к немощным, к больным Этот предмет не похож ни на один из школьных предметов Он интересный и жизненный, дети его любят Лично мне не нравится, что ввели этот непонятный предмет Основы религиозной культуры и светской этики наравне с русским языком и математикой Потому что он занимает 34 часа школьной программы, это не мало Также я считаю, что идет принудительное навязывание веры И формирование формального отношения к религии Тем более для детей 4 класса И учебник написан сложно для восприятия языком О том, как сделать разговор о Боге и вере проще и доступнее, говорят и среди ученого духовенства Главное событие сентября в стенах вновь отстроенного православного института Научно-практическая конференция Одна из секций полностью посвящена вопросам школьного религиозного образования Опытом делятся почетные участники, постоянный член священного синода Митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий Когда мы сейчас слышим такие слова, что вот опять церковь там в образовании Опять церковь там в школах, опять церковь что-то вмешивается в свои дела Конечно, нам это больно слышать, потому что это показать то, что мы забыли свою историю Забыли свои корни, забыли свои ценности, которые были заложены нашими предками еще при крещении Руси При князе Владимире, который дал нам вот это единство между церковью и государством Важно, чтобы сегодняшние дети, а завтрашние полноценные члены общества Главными своими жизненными принципами выбирали заповеди Не уби, не укради, возлюби ближнего То же самое объясняют священнослужители и новому курсу учителей школьного предмета Религиозное образование в школе не заучивание догм А закладывание нравственности, обучение вечным ценностям и знанию истории своей страны Другой раз мы проводим на разных площадках общественных такие встречи в сфере образования И они определенно имеют успех, потому что сегодня Богословское образование, оно востребовано Мы знаем, что ведущие вузы мира имеют богословские факультеты И, к сожалению, у нас в 20 веке было все многое утрачено, если не все Эта конференция была приурочена к тысячелетию представления равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь По мнению участников мероприятия, благодаря православной идее она стала развиваться как мощное государство Если об этом будут помнить, Россия останется сильной и независимой как минимум еще тысячу лет На этом у нас все. Встретимся через неделю на территории Тольятти И помните, если у вас есть проблема, она может стать темой следующего сюжета Пишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!